Вы знаете, кто бы смотрелся, кто бы не был состав, кто бы вообще не вышел, вот так и ЦСК все, этим все сказано. Даже если бы два вратаря играли друг против друга, это уже противостояние, которое все ждут, безусловно. Ну вот, поэтому погода нас радует, ну сами понимаете, первый раз за 75 лет такие дожди, и вот поэтому сегодня не знаю, что там будет внеситься ребятам на поле. Но я вот искренне, как и всегда, поддерживаю только единственное, скажем так, пожелание, это без травм. Вот что самый большой бич футбола, и мы все знаем, насколько глупо вылетают ребята на тренировках, просто, я не знаю, на пустом, на ровном месте, поэтому вот я очень желаю такую погоду всем, особенно и горькую, естественно, да, как говорится, что мы все прошли за травм. Ну а все остальное, давайте мы поболеем и выстрадаем, значит, либо победу, либо поражение, либо ничего. Ну то есть тут уже загадывать не будем, вот правда. А у вас есть какая-то традиция, вот дерби-дэй, да, вы где утром встали, Игорю смс написали. Да Игоря смс написали. А что написали? Брат, еду, все, он пишет, куда в такую погоду сиди дома, Игоря, не-не-не, ты чего, конечно. Смотрите, раньше всегда Игоря слушать чужие губы, значит, в автобусе ставил. В день дерби. Вообще, перед играми. И, как говорил Павлович, всегда выигрывали, ну вот, значит, то есть я не знаю, что это, совпадало это, не совпадало, вот. Но сейчас уже песню-то уже 20 лет, поэтому уже, наверное, такие песни не слушают, да и вообще, мне кажется, музыку так редко слушают. Но вот у нас, например, сегодня у меня радость событий. Вот у меня младший сын, Мирошка, первый раз на футболе. Первый раз? Да, и я обещал ему очень долго, и с этой пандемией обещал, и, значит, потом летом не было игр, и вот говорю, все, первый матч сразу на дерби, пойдем, и вот еще по готу. Ну, зато человек поймет по-настоящему всю суть у него. Прогноз? Да, спасибо. Я за хорошую игру, я очень верю в свою команду, ну, очень хочу, чтобы они выиграли, и, скорее, им желаю. А дальше посмотрим. Спасибо, спасибо. Спасибо.